Привет! Недавно компания Doogee анонсировала выход защищенного смартфона VMAX Plus. Перед нами обновленная версия прошлогодней модели VMAX, которые обновили аппаратную начинку, добавили памяти и заменили основную камеру. Небольшие изменения можно увидеть и по части дизайна. На задней панели появились разноцветные светодиодные полоски, а набор расцветок сократился до двух – черной и серебристой. У данного гаджета крутой и уникальный дизайн, который сочетает в себе стиль и прочность. Сертификация MIL-STD810H, IP68 и IP69K гарантируют его надежность в любых условиях. На рынке эти сертификации пользуются большой популярностью и не зря. Аргументом выступает, ну, например, работа под водой на глубине до двух метров. Или вы работаете на стройке, и падает в карман этот смартфон, и ему ничего не будет, потому что он устойчив даже перед высотой до двух метров. Процессор Mediatek Dimensity 1080 заменили на более современный аналог Dimensity 7050. Это восьмиядерный чипсет, который изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет два ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и шесть ядер Cortex-A55 на 2000 МГц, что для повседневного использования и игр хватит прям с головой. Графическое ядро ARM Mali G68. Количество памяти тут тоже отличное. 16 ГБ АЗУ, которые можно расширить до 32 ГБ. Вот такие характеристики обеспечат вам более плавную и эффективную работу вашего устройства. С 512 ГБ ПЗУ и поддержкой карт microSD объемом до 2 ТБ у вас будет достаточно места для всех ваших хранимых данных. Я даже не знаю, чем можно все это место забить, если честно. Игры и фильмы, которые вы загрузите, покажут вам дисплей диагональю 6,58 дюйма, удобный для использования в ладонях. Но ключевой особенность является IPS-матрица разрешения Full HD+, 2480 на 1080 точек и частота обновления в 120 Гц, обеспечит уникальную насыщенную картинку с шустрым откликом. Можно сделать вывод, что данный экран предназначен для наслаждения цветами при просмотре шедевров киноиндустрии и прочего медиа-контента, но и при игре в разные игры, конечно же. Захотите не только поиграть, но и пофоткать что-то? Не проблема. Основная камера здесь на 200 Мп с искусственным интеллектом, которая делает изумительные фото и снимает видео в 4К 30 кадров в секунду. Также есть широкоугольная и макрокамера на 8 Мп, 20 Мп камера ночного видения, что для определенных задач бывает важно, и селфи-камера на 32 Мп, по которой вы можете созваниваться в разных мессенджерах и делать селфи-снимки. Я уже тестировал разные смартфоны с такими камерами, и основная камера мне очень нравится. Фото получается изумительное. Главная фишка этого броневика – это его аккумулятор. Он здесь на 22 тысячи мАч. Благодаря такой мощности и железу, и батареи, вы сможете пользоваться VMAX Plus не один день без подзарядки. А если использовать его в щадящем режиме, то я даже не представляю, сколько он продержится. Думаю, что месяц это вполне реально. Смартфон, кстати, можно также использовать как пауэрбанк, если что. Заряжаться он будет от комплектного 33-х ваттного зарядного устройства. Но если у вас есть зарядка помощнее, то зарядить его можно быстрее, чем от комплектной зарядки. Его батарея – это его фишка и нет, так как он весит около 500 грамм. Так что пригодится такой броневик далеко не всем, как вы понимаете. Также из свежего – это 14-й Android, что приятно. Набор коммуникаций состоит из 6-го Wi-Fi, Bluetooth 5.2, есть NFC и FM-радио. А также у него сзади есть стильная индикация, которая, как я понимаю, сигнализирует о пропущенных звонках. Или еще о чем-то. Выглядит это, кстати, очень прикольно. Как вам? Защищенный смартфон с емким аккумулятором выбирать всегда сложно, так как лучшие характеристики стоят дороже. А в VMAX Plus и характеристики топовые, и цена вполне неплохая. Все ссылки в описании. Обязательно перейдите, гляньте на цену. Если я прав, то сейчас она самая вкусная. Но лучше перепроверьте. Спасибо всем, кто ставит лайки и пишет свое мнение по поводу защищенников в комментариях. Будьте мне все здоровы. Скоро увидимся. Пока-пока.